Итак, самый последний шаг. Ключевая лема называется. Для доказательства основной теоремы арифметики следующее утверждение. Пусть П простое. Тогда, если А не делится на П, и Б не делится на П, то А умножить на Б тоже не делится на П. Ну и тем самым можно распространить, понятно, на несколько множителей. То есть, если несколько чисел таковы, что ни одно из них не кратно П, то и произведение не может быть кратно П. Доказательство будет вестись так. Я переформулирую это утверждение в обратном виде. Из А следует Б, и из не Б следует не А. Это одно и то же. Но это отдельно, так сказать. Может быть, мы проведем некоторый урок логических утверждений и их эквивалентностей. Но пока просто попробуйте сами представить, что мы доказываем, что если А не делится на Б, и Б не делится на П, то АБ не делится на П. Ну, мы можем как бы от противного идти. Предположим, что это не так. Значит, для каких-то двух чисел АБ делится на П, но при этом ни А, ни Б не делится на П. И вот это утверждение мы будем приводить к противоречию. Итак, вот. Пусть АБ делится на П. Мы хотим доказать, что либо А делится на П, либо Б делится на П. Значит, хорошо. Пусть АБ делится на П, при этом А не делится на П. И из этого надо строго вывести, что Б делится на П. Тем самым будет все доказано. Так, прекрасно. Тогда применяем предыдущий результат. Раз А не делится на П, то наибольший общий делитель А и П равен единице. И он, соответственно, равен А умножить на М плюс П умножить на Н, при некоторых целых числах. Отсюда меняем цвет для пущей убедительности и пишем. Б равно АБМ плюс ПБН. Что я сделал? Просто умножил на Б обе части этого равенства и раскрыл скобки. Так вот, по условию АБ делится на П, а по конструкции вот это все вместе делится на П, потому что является его явным кратным. Значит, сумма этих двух чисел делится на П. А сумма двух этих чисел равна Б. Вот и все. Итак, если произведение двух чисел делится на П, и какое-то одно из них не делится на П, то второе обязано делиться. А значит, если оба не делятся, то и произведение делиться не может. Ну и как следствие, если А1, А2, ну куча их, АК. Все не делятся на П, то и А1 умножить на А2, умножить так далее на АК, тоже не может делиться на П. Делимость на П нельзя родить как моль в шкафе, в шкафу. Она должна быть внутри одной из них. Хорошо. Переходим к доказательству основной теоремы арифметики. Если основная теорема арифметики не верна, то есть какие-то числа, которые разным способом представляются в виде произведения простых. Ну давайте на самое маленькое такое число посмотрим. Итак, среди них есть самое маленькое. Рассмотрим. Самое маленькое число. Н такое, что Н равно П1 умножить на П2, так далее на ПК. И оно же равно К1, К2, так далее на КЛ. И это разные разложения. То есть они не отличаются друг от друга просто перестановкой. Тогда, я утверждаю, что раз уж это самое маленькое такое число, тогда наборы П1, так далее ПК. То есть если мы взяли всевозможные простые, которые входят сюда, здесь возможны повторения в принципе вполне. И К1 и так далее, и КЛ не пересекаются. Смотрите, как я математически это записываю. Пересечение двух множеств пустое. Ну, например, 2 в пятый на 3 в четвертый на 11 на 13. Это 7 в девятый на 29 в кубе на 31. Вот у меня наборы там 2, 3, 5, 13, 7, 29, 31. Вот они не пересекаются ни по одному элементу. Мы пишем, что пустое множество пересечений стоит. Ну, в самом деле, если бы это было не так, то какое-то число здесь повторилось бы с каким-то числом здесь. И мы бы могли сократить эти два произведения и получить число меньшее, чем n, все еще двумя разными способами, представляющиеся в виде произведения простых. А это противоречит выбору n как самому маленькому. Значит, если я взял самое маленькое число n, положительное, которое все же разными способами представляется в виде произведения простых, то эти два способа должны быть, ну, просто вообще никак не пересекающимися. Хорошо. Тогда, раз так, то п1 не может делиться на q1. Ну, потому что это разные два простых числа. Разные два простых числа друг на друга никогда не делятся. Также п2 не может делиться на q1. И пк тоже не может делиться на q1. но тогда по нашей леме n сирич, п1, так далее, пк тоже не может делиться на q1. Это явное противоречие второму равенству. Ибо n равно q1 умножить на какое-то целое число, то есть на q1 делится. Все доказано. Ора! Хе-хе.